Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствую вас салон отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня хотим рассказать о печи-камине производства Метабел нашего завода Гомельского. Модель называется Печора Аква. Печора бывает двух модификаций, собственно, просто Печора и Аква, приставка, означает о том, что она с водяным контуром. То есть эту печь, печь-камин можно использовать еще и для подключения в систему отопления, то есть радиатор или теплый пол. Есть масса, конечно, ограничений, либо нюансов, чтобы эта работа была эффективной и оправданной, потому что в этом случае печь-камин становится, по сути, твердотопленным котлом. То есть для такого вида оборудования подразумевается наличие в системе отопления, ну, собственно, радиаторов, подводных труб, насоса обязательно, группы безопасности, расширительного бака. Причем сам производитель говорит, что эффективность работы будет зависеть от количества теплоносителя, то есть что залито вот в системе отопления по объему. То есть производитель называет цифры от 50 до 90 литров. Понятно, что напрямую печь соединять с радиаторами нельзя, то есть нужен какой-то аккумулятор, какая-то емкость, где будет накапливаться тепло и потом уже насосами разводиться по вашему дому. Поэтому нужно как-то найти место, собственно, установить печь-камин и остальное навесное вот это оборудование не мешало как бы обзору, то есть не было с одной стороны заметно, с другой стороны нужно обеспечить легкий доступ, ну, в плане обслуживания, там, ремонта и так далее. Общая мощность вот этого агрегата составляет 13 киловатт. То есть вы можете отопить таким образом площадь дома, ну, где-то до 90 квадратных метров при стандартных потолках 2,5. Соответственно, в чем плюсы такой вот системы? То есть вы можете разогнать температуру теплоносителя достаточно быстро с помощью дров. И если в системе предусмотреть еще, например, ну, какой-то небольшой мощности электрокотел, вот, например, для дачных, товариществ, садового, СТ, ограничение идет по мощности 5 киловатт. И, допустим, если дом у вас 100 квадратов, то, вот, агрегатируя, например, подобную печь-камин плюс электрокотел мощностью 5 киловатт, допустимый, вы, в принципе, обеспечите тепло в вашем доме, ну, круглогодично. То есть температуру теплоносителя можно быстро разогнать до нужной с помощью дров, вот, а дальше уже на поддержание будет работать электрокотел. Соответственно, вы меньше потратите своих средств на стоимость электричества. То есть заметно ниже, конечно, будет. Что касается самой печи-камин, здесь можно использовать дрова где-то длиной 35 до 40 сантиметров по ширине. Мощность печи, как я говорил, 13 киловатт. Она состоит из мощности теплообменника, который встроен в верхней части печи. Мощность теплообменника 5 киловатт. Ну и где-то 8-9 киловатт это мощность самой печки. То есть печь можно использовать, даже если вы не подключены к системе отопления. Но как только подключается к трубам, печь уже нельзя протапливать без теплоносителя. То есть он должен быть залит, заправлен в вашу систему. Использовать можно как обычную воду, так и антифризы. Производитель допускает использование антифриза, в принципе, любых марок. Единственное, что вы смотрите уже по остальному оборудованию, чтобы они соответствовали марке антифриза. Что касается диаметра дымохода, здесь 150 миллиметров стандартный. Подключение может быть как верхнее, так и боковое. Вот здесь у нас представлено такое гнутое колено с ревизионным отверстием и шиберной заслонкой. Это встроено в одно, в один элемент. По регулировкам. Значит, здесь колосниковая регулировка, то есть подвод воздуха для горения в нижнюю часть под колосник. Для розжига выдвигается зольный ящик для доступа большой порции воздуха. И система чистое стекло. Все, в принципе, стандартно, как у Метабела, то есть немецкие шнуры, немецкое стекло термостойкое. И фатирована топка с шамотным кирпичом. Что касается выбора печи-камина для вашего дома, всегда будем рады помочь. Приходите к нам в салон, посещайте наш сайт. С вами был Котлов Бай. До встречи.